Каждый взрослый хоть раз в жизни, но мечтал снова окунуться в пору беззаботной юности, когда самая большая проблема – это двойка в дневнике и мамина реакция на ту самую двойку. Сколько бы ни минуло лет, мы порой скучаем по школьным друзьям, проказам и учителям. Поэтому каждый раз в первую субботу февраля, по возможности, спешим в школу. Что-то неведомое влечет нас и заставляет приходить туда снова и снова. Увидеть всех, с кем учились, вспомнить, как это было весело и задорно. Я была комсоргом класса, первая комсомолка в классе, такой ярый, тянула всех ребят. Только ничего плохого не могу сказать. У нас самая лучшая была школа в городе, самая лучшая, самая первая. Всеобщий клич, всеобщий клич, все кричат, надо идти, надо, надо. Ну а для учителей каждый их воспитанник – это целая история и масса воспоминаний. Людмила Николаевна Каминская работает со дня основания школы в 1974 году. У нее пять выпусков среднего общего образования и еще больше основного общего. Она всегда рада встрече со своими учениками. Для меня они остаются детьми. Конечно, внешне немножечко изменились, но для меня детьми и мальчишки, и девчонки. Разные выпуски и разный возраст, но все неизменно нарядные и улыбчивые. Радость от встречи с одноклассниками невозможно заменить редкой перепиской в соцсетях. Актовый зал первой школы заполнен до отказа, а ведь это только те немногие, кто смог прийти. По традиции особенно чествуют юбиляров – тех, кто окончил школу 5, 10, 15 лет назад и больше. Ведь для них это особенная дата. Написали мне мои одноклассники, сказали, что юбилей оказывается 20 лет, но это, конечно, пропустить нельзя. Вот приехал в родной город, в родную школу. Очень хочется вернуться обратно в эти времена, в тот возраст. Я бы, наверное, все бы отдал за это. Когда-то именно с этой фразой для них оканчивались летние каникулы и начинались школьные будни. Теперь они выросли. Нет больше уроков, перемен и домашних заданий. Лишь изредка они приходят в школу, чтобы встретиться со своими одноклассниками. И вот они здесь спустя 35 лет. Привет! Привет! Именно так начинался каждый день на протяжении 10 лет. Детвора в разнобой приветствовала друг друга и не могла наболтаться. Замечания учителей не мешали им делиться каждодневными впечатлениями. Сейчас, спустя более трех десятков лет, ничего не изменилось. Они также не могут наговориться. И неудивительно, ведь теперь они не видятся каждый день. И пусть сюда пришли лишь единицы, им все равно есть о чем поговорить. Разговоры и объятия продолжились уже в кафе. Тут собрались две школы, первая и вторая, выпуска 1984 года. Глядя на них, невозможно поверить, что с окончания ими школы прошло уже 35 лет. Все они такие же активные и фору могут дать любому. Складывается впечатление, что это не встреча бывших одноклассников, а школьный выпускной бал. Такие все молодые и зажигательные. Чтобы увидеться с друзьями детства, они съехались с разных уголков страны и даже из-за рубежа. Я приехала с Украины. Я многих, конечно, вроде как бы не узнала, но сейчас понимаю, что тех, тех, тех. По новой знакомости очень рада всех видеть, очень безумно. Надеюсь, и так же рады видеть меня. Никто почти не меняется, все стараемся быть в тонусе. И хорошо, что мы друг друга поддерживаем не только здесь, а и по жизни. Тоже тепло. Даже встречи, те же лица, те же глаза. Ничего не изменилось, только стали все теплее. Танцы, улыбки, поздравления и разговоры. Вечер, когда воспоминания накатывают с неудержимой силой. А любопытство не порог. О жизни, о детях, о работе. В общем, обо всем на свете. Они готовы говорить часами, но время неумолимо. И как золушки в сказке, им пора домой. Во взрослую жизнь и повседневные заботы. Но в следующем году будет новая дата и новая встреча. Выпуск в 2017! Ура!